Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сегодня мы посмотрим свежую партию супер турнира Aeroflot Open, в которой у нас встретились гроссмейстер Кирилл Алексиенко и молодой индийский гроссмейстер Санил Диш Луна Наранян. Итак, Алексиенко играет белыми, начинает ходом Е2 на Е4 и на доске довольно быстро возникает испанская партия. Все это известные теоретические ходы. И вот, обратите внимание, последним своим ходом короткой рокировкой черные намекнули на то, что готовы играть контратаку маршала, то есть следующим ходом жертвовать пешку путем Д7-Д5. И Кирилл Алексиенко не идет в основные варианты этого начала, вместо этого он делает ход А4 и Д3, вот так вот крепко выставляясь по центру и таким образом препятствия возникновению атаки маршала. Ну что ж, Наранян тоже играет по известным образцам, данная позиция часто встречалась на практике и обратите внимание на ход А4-А5. С одной стороны эта пешка отрывается от коллектива и теперь черные будут гореть надежду эту пешку окружить и выиграть своими фигурами, но с другой стороны все-таки пешка наводит дисгармонию в еды черных, разрывается черная пешечная цепь, где-то пешка на Б4 может оказаться слабой, но где-то слон может выйти на поле А4, то есть у белых появляются дополнительные возможности и дополнительные зацепки для атаки. Но Наранян играет по известным образцам. Ладья идет на Б8. Черный разменивает белопольных слонов, соглашаясь тем самым с раздвоением пешек, и в этой позиции основным продолжением за белых является ход КБ3, поддерживая свою пешку на А5 и готовя где-то провести Д3-Д4 в удобной редакции, либо немедленный ход С2-Ц3 с той же идеей где-то в нужной редакции провести подрыв Д3-Д4. Но Кирилл Алексеенко в данной партии применил крайне редкий ход, а именно ход КЦ4. Ход этот встречается довольно нечасто, и Наранян отреагировал наиболее принципиальным образом. Отправил своего коня на поле Д7. Кирилл продолжает делать филактические ходы, а черный выводит ладью на Б5, и уже здесь намечается слабость белой пешки на поле А5. Кирилл сыграл слон Д2, черный конь вышел на Ц5, последовал второй ход слоном уже на поле Е3, и после этого черные отступили конем на Б7, и мы с вами видим, что уже три боя собрали черный вокруг пешки А5, и скорее всего эту пешку белым не удержать. Но Кирилл здесь в обуви начинает подрыв на ферзьевом фланге, он играет ЦТ, и где-то готов огорчить черных подрывом по центру путем ТТ и Д4. Все-таки черные фигуры очень далеко ушли от центра, особенно вызывающий смотрит конь на поле Б7, да и ладья на поле Б5 тоже стоит явно не на своей привычной позиции, так что вскрытие центра должно быть явно на руку белым, тем более, что у черных есть слабости, в частности пешка на Е6 может оказаться тактической слабостью. Ну и давайте посмотрим, что было вообще. Наранян здесь разменялся на ЦТ, и надо сказать, что шахматные движки осуждают это решение, предлагают не определять пока позицию на ферзьевом фланге, сыграть, например, Ферзь Д7, и утверждают, что в этом случае игра была бы примерно равна, у белых был бы лишь небольшой перевес. Но не будем пока останавливаться на этом моменте, разменяясь черные на ЦТ, после чего нельзя было немедленно бить пешку на А5, поскольку белые размениваются всеми фигурами на А5, после чего белый ферзь выходит на А4, и здесь ясно, что пешку на А6 черным никак не удержать, белые отыгрывают материал и получают лучшую позицию. Поэтому Наранян не спешит, он выводит слона на поле Ф6, где он расположен чуть более активно и косвенно контролирует поле Д4, тем самым препятствуя тематическому подрыву белых, а именно ходу Д4 пешкой. Слон вышел на Ф6, но здесь Кирилл Алексеенко заметил дисгармонию в расположении черных фигур и решил этим воспользоваться. Он делает ход Коль-А3, нападая на ладью, и мы видим с вами, что ладье особо некуда отступить, приходится бить пешку на А5, и после хода КНД2 создается угроза хода КНЦ4, после чего ладья на краю доски окажется поймана белыми конями, и белые как минимум выиграют качество. Если этой угрозе препятствовать ходу Д5, отнимая вроде бы у белых поля Ц4, то следует ход КНБ3, нападая на ладью, ладья отступает из-под боя, и после хода КНЦ5 под боем и ладья А4, и КНБ7. Но если разменяться на Ц5, то мы с вами видим, что сразу две черные фигуры одномоментно оказались под боем, ладья на А4 и ладья на А8. На Ф8, таким образом черные здесь неминуемо теряют качество, но явно не должны удержать эту позицию. Поэтому Наранян пытается организовать контр-игру, он делает ход Слон-Ж5, белые разменялись на Ж5, и ходом КНЦ4 черная ладья все-таки оказалась поймана. Вроде бы есть еще одна клеточка на поле Ц5, но после этого хода белые играют Д4, нападают на ладью, и мы с вами видим, что ладья отступать некуда, все поля отступления контролируются белыми конями, либо пешками, и белые здесь выиграют как минимум качество. Поэтому ладья Ц5 не последовало, но Наранян находит возможность активной контр-игры, он делает ход Ф6, во-первых, нападая на пешку Ф2, и во-вторых, создавая дополнительный бой на поле Д4. Теперь, если белые просто защищат пешку на Ф2, например, ходом Ферзя, то ход ладья Ц5 становится возможным, поскольку у черных теперь хватает боев на поле Д4, и белые не могут провести этот подрыв и выиграть качество. Поэтому Кирилл отдает пешку на Ф2, зато забирает ладью, берет ладью на А5, черные забирают шахом на Ф2, король отступает в угол, черные забирают коня, ну и мы с вами видим позицию, где у белых лишнее качество, за коня и две пешки, но все-таки, во-первых, черные пешки сдвоены, во-вторых, пешка на А6 явная слабость, ну и кони тоже здесь не украшают позицию, они не имеют оконных пунктов, кони на А5 нуждаются в защите, так что перевес белых здесь не вызывает сомнений, но попросту можно сказать, что у белых технически выигранная позиция. Давайте посмотрим, как Кирилл доводит эту партию до логичного результата. Конь держится 2, черные пытаются сохранить пешку А6, а белые в это время начинают активную игру на королевском фланге. Предлагают размин ладей, как правило, когда у вас лишнее качество, размин ладей всегда вам выгоден, тем более при таком позиции черного короля, если здесь разменяться, то черный король остается в одиночку против ферзя и ладьи белых. Давайте посмотрим вариант взятия на Ф3, например, ну и здесь какой-нибудь ход вроде ферзь Ф3, потом белые фигуры заезжают по линии Ф и выглядит это очень страшно. Поэтому черные сыграют ладья Ж6, они хотят сохранить ладью. Ферзь Ф3, ферзь готов вторгнуться на Ф8 с матом. Ладья пока перекрывает линию Ф, теперь ферзь идет на А5 и готов уже на восьмой ряд запрыгнуть, все с той же матовой угрозой. Вновь ладья возвращается на Ж6, перекрывая дорогу белому ферзьем. Но белые здесь постепенно начинают сдваиваться. Ладья идет на Ф3, вторая ладья готова пойти на Ф1, после чего белые ладьи все-таки вторгнутся на восьмой ряд. Наранян находит способ этому воспрепятствовать, он делает ход коль Б8 с тем, чтобы встретить ход ладья Ф1 ходом конь Д7. И вроде бы поле Ф8 находится под защитой, черные немедленно не проигрывают. Однако Алексиенко находит очень энергичный способ скрыть позицию. Он играет Д4, нападая на Ферзя, Ферзь отступает. Потом белый Ферзь пытается вновь по диагонали вторгнуться на восьмой ряд. И вновь белый находит способ как прикрыть поля вторжения уже другим конем. Видим, что не может сейчас попасть на эти поля. Но играет Кио ладья Ф1 и теперь мат уже грозит с поля Ф8. Хочется защититься от этого мата ходом конь Д7. Вроде бы конь контролирует поле Ф8, второй конь контролирует поля Д8 и Е7. И кажется, что белым фигурам нигде не вторгнутся. Но здесь у Алексиенко находится мощнейший удар по центру. Это ход Д5, пытаясь согнать коня с поля Ц6. И после размены на ФНД 5 белый играет конь Б4. И это не только вилка, но еще и отвлечение коня от важного поля Д8, куда стремится белый ферзь. Ясное дело, что конь не может отступить и поэтому белый выигрывает. Нараньян рассчитал эти варианты и он делает ход А6. Допуская белую ладью на восьмой ряд, но готовя форточку до короля. Ну что ж, Алексиенко атакует вдохновенно. Он играет Д5. После взятия на Д5, конь идет на поле Е3. Обратите внимание, пешка ушла с Е6 и теперь поле Ф5 доступно до коня. Конь готов попасть на это поле. Ну а если черный побьют еще пешку на Е4, то белые просто по белым же полям здесь будут головенствовать. Конь на поле Б8 абсолютно не участвует в игре. Владьян не может отойти из-за мата по восьмому ряду, поэтому приходится играть конь Е7. Ну и здесь примерно такой вариант шаг. Корой отходит на А8, С4, конь Д5, следует размин. И в этой позиции белые могут сыграть хотя бы H2, H4 с идеей довести пешку до H5 и просто замотовать черного короля. Позиция черных здесь абсолютно безнадежна. Нараньян пробует последний шанс. Он организует проходную по центру ходом Д4. Алексиенко с темпом встречает С4, нападая на ферзя. И теперь конь идет на поле G4 с идеей где-то пожертвовать этого коня за пешку H6 и начать смертоносную атаку против черного короля. Все-таки все белые фигуры участвуют в атаке. Ферзь и две ладьи и конь. То есть четыре фигуры атакуют, а защищают короля пока что только одна ладья с поля G6, да и две пешки. Явно у белых здесь перевес в атакующих силах, поэтому Нараньян подтягивает еще одного коня к защите. Ну и надо сказать, что уже в этой позиции проходила прямая жертва фигура. Можно было побить просто пешку на G6 и на взятие на G6 ферзь отступает на G4. И это не только нападение на коня, если конь отступает. Ну во-первых отступить ему особо некуда. На поле F6 если отступить то его побьют. Просто этого коня пользуются связкой по линии G. А если куда-нибудь на поле B6, то белые просто играют ладья G3 и оказывается, что хорошей защиты от такой вот опорной атаки на пункт G7 у черных нет. Например, закрыться ладьей атаку, то следует такой вот довольно простенький мат. Таким образом можно было уже здесь побить конем пешку на G6. Но вместо этого последовал ход ладья G3. Хочет совсем комфортно Кейл довести партию до победы. Теперь вновь грозит взять им на G6. Но Нараньян из последних сил защищает свою позицию. Он играет ладья Fd2, прикрывая ферзем поле на H6. Кейл постепенно подтягивает фигуры. Ну а у черных здесь ничего они не могут усилить. Поэтому Нараньян попросту двигает свою крайнюю проходную в надежде, что эта пешка отвлечет силы белых. Ну что ж, пешка дошла уже до поля А4. И здесь Алексейенко наносит решающий удар. Коня в 6 шаг. Вот так вот под 2, даже под 3 боя. Но ясно, что пешкой брать нельзя этой связки. Последовало взятие ладьей. Ответное взятие ладьей. Ну и надо сказать, что если просто побить сюда, то белые легко выигрывают на ход G5. Белые возвращают на G6. Ясно берут, а на ход G5 возвращают ладью на линии F. И здесь уже грозит вторжение ферзя на F7 и на F8 с матовыми идеями. Так что черных здесь не избежать поражения. Но Нараньян находит последний шанс. И он заключается в том, чтобы отдать ферзя. Он играет в G5. Ставит ферзя под бой. Белые забирают ладьей. И здесь важно, что взятие пешки происходит с нападением на ферзя. Таким образом белые не успевают увести свою вторую ладью из-под боя. Но Алексейенко находит другой объект для атаки. Он играет в G4. Нападает на коня. И после взятия ладьей конем ферзь отправляется на поле C8 с шагом. Ну и вот первая, наверное, критическая позиция этой партии. Здесь самое напрашивающее, что приходит первое в голову любому шахматисту, это побить пешку. И действительно, взятие пешки на C7 было бы довольно сильно. Но правда, здесь, видимо, Кирилл смутила контр-игра черных, связанная с ходом конь B4. И после взятия второй пешки конь идет на поле D3. Дальше идея черных заключается в том, чтобы съесть пешку на E4 и при помощи двух коней отправить вперед в свою проходную по линии D. Например, это может вот так вот выглядеть. Ферзь А3, блокируя пешку А и нападая на коня. После чего конь идет на поле F2. И мы видим, что один конь готов забрать на E4. После чего все поля перед черной пешкой будут контролироваться черными же конями. И эта пешка должна беспрепятственно пройти ферзи. Например, если просто побить на А4, то здесь уже можно сыграть D3. Ну и ясно, что ферзьом здесь не затормозить. Если как-то так сыграть, то конь бьет на E4. Это поле тоже пробивается конем. И это тоже. И пешка проходит в ферзи. Ну а если пытаться как-то королем затормозить, например, сыграть король G1, черные бьют на E4, то здесь у белых спасает возможность вечного шаха. Они играют ферзь E8 с тем, чтобы объявить вечный шах по полям H5 и E8. Ну и если здесь уж пытается как-то король защититься от вечного шаха, то возможен ход G4, где объявить аж целый мат с поля H5. Но гораздо сильнее, я вам скажу, вместо взятия пешки на А4 здесь сыграть немедленно C4 и C5, отправляя в Т4 собственную проходную пешку. Именно поэтому важно было съесть пешку на C7, чтобы у белых появилась своя проходная. И теперь черные ведут свою пешку ферзи. Белые пока что ее притормаживают, ведут свою и в этой позиции просто отдают ферзя за пешку. Временно они остались без двух коней, но ясно, что здесь пешка C проходит в ферзи. На доске появляется второй ферзь и уже здесь белые должны с легкостью справиться с разрозненными пешками черных, а именно с пешкой E3 и пешкой А4. И все-таки лишний ферзь должен о себе сказать. Но явно Кирилл Алексиенко не смог досчитать все эти варианты с отдачей ферзя и потом при вращении своей пешкой во второго ферзя до конца. Поэтому он решил сыграть понадежнее и немедленно затормозить проходную пешку А4. Вроде бы пешка на C7 здесь никуда не уйдет, но на самом деле этот ход уже выпускает победу. Нараньян делает ход конь B4 и после взятия на A4 конь переходит на D3. Вроде бы все то же самое, съели пешку на A4, теперь готовимся съесть пешку на C7, но оказывается, что черные успевают здесь построить замок из своих коней. Они защитили конями друг друга, защитили пешку на D6, пешку на G5 защитили и готовы двигать пешку D до второго ряда, что полностью скует фигуру белых, но и объективно говоря, Кирилл здесь уже должен был понять, что играть на победу он не может и нужно было смириться с ничьей. Ничья достигалась довольно просто. Нужно было просто сыграть ферзь F7 с идеей объявить вечный шаг по полям H5 и E8. Ну а если черный король пытается убежать от вечного шага, играет король H6, то белые попросту играют G4, теперь вновь в поле H5 под контролем белых, грозит мат в один ход, приходится конем возвращаться. Белые возвращаются в ферзион на C7, атакуют пешку. Ну и вот так вот они будут трясать туда-сюда. Все в итоге должно закончиться каким-то повторением ходов. Но не знаю, какое-то затмение нашло на Кирилла. Решил он продолжить игру на победу и он играет H4. Этот ход выпускает не только победу, но и даже ничью. Черный забирает пешку на H4 и теперь Кирилл пытается организовать все тот же вечный шаг по полям H5 и E8. Но его беда в том, что теперь на ход король H6 у белых нету хода G4. Ясно из-за того, что на G4 последует взятие на проходе с шагом и черный выигрывает. Ну что ж, Кирилл это увидел, попытался организовать вечный шаг другим способом. Вначале он попытался побежать королем к пешке D, но пешка неминуемо идет в серзи и оказывается, что король никак не может ее затормозить. Доходит она до второго ряда. Вот вроде бы король ее остановил, но после хода коня А4 конь готов пойти на поле C3, откуда он будет контролировать поле превращения пешки и явно, что эта пешка проходит в серзи. Поэтому Алексей енко пытается объявить вечный шаг по восьмому ряду, но ничего из этого не получается. Черный король просто идет вперед. И здесь уже Кирилл понял, что черный король готов уйти на поле D3, скрыться здесь от шагов, ну а пешка неминуемо проходит в серзи. Таким образом совершенно нелогично закончилась партия, отлично проведенная Кириллом стратегическая партия, где он должен был одержать заслуженную победу, превратились в такой странный конфуз, где два черных коня затоптали белого ферзя. Если вам понравилась партия, обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях. Бывали у вас такие конфузные партии, где вы получали большой материальный перевес, но у соперника неожиданно находилась контр-игра и он даже выигрывал. Пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на комментарии и подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментариях,